Сейчас мы возвращаемся к очередной статье премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина в Комсомольской правде. Она посвящена социальной политике. И сейчас у нас в студии уполномоченный президент России по правам ребенка Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы только что от президента представляли ему доклад о положении детей в Российской Федерации. Дети и социальная политика понятия неразделимые. Вот о чем речь в вашем докладе? Потом уже перейдем тогда к статье. Действительно, я только что, буквально полчаса назад, закончил представлять доклад о положении детей в Российской Федерации за 2011 год. Это ежегодный доклад уполномоченный, который он обязан делать. И этот доклад, он был тематическим. Мы его посвятили такому явлению, как сиротство в Российской Федерации. И сам доклад даже мы назвали «Россия без сирот». Он называется. Мы проанализировали ситуацию, в которой мы сегодня находимся, когда каждый год и за 2011 год было выявлено более 100 тысяч детей, оставшиеся без печенья родителей. И одновременно проанализировали другое явление – семейное устройство детей. И надо сказать, что у нас есть еще резерв по семейному устройству. И мое предложение основное сводится к тому, чтобы мы готовили приемных родителей, хорошо их поддерживали, давали достаточно серьезные деньги для воспитания приемных детей и сопровождали на этом пути. И в принципе мы можем прийти к тому, что детские учреждения, такие как детские дома, дома ребенка, будут сокращаться. Персонал, который будет высвобождаться, будет задействован для поддержки семей, которые находятся в кризисной ситуации, как родные семьи, так и приемные семьи, сопровождение приемных семей. И вот в этом будет, так сказать, суть и главная работа будущего правительства в социальной сфере. И если говорить о социальной сфере, вообще мы сегодня живем в эпоху социальной политики. Мы видим, что происходит в других государствах, многие из них, которые даже по сути являются капиталистическими государствами, во многом стали даже социалистическими государствами, взять ту же Францию. Во многом, конечно, государство находится в плену социальных обязательств. Например, взять одну из тем, которая в докладе у меня сегодня звучала, это жилье для детей-сирот. Понимаете, когда у нас огромное число детей-сирот и лица из их числа стоят в очереди на получение жилья, а государство, находясь в плену своих социальных обязательств, должно им эти квартиры предоставлять. Этого не делалось в том объеме, который необходим последние 30 лет, наверное. Сейчас, последние два года, усиленными темпами. Каждый год есть регионы, где по 500-600 квартир в год выдают. Но нельзя построить сразу 80 тысяч квартир. Понимаете, ни один бюджет ни одной страны не выдержит. При этом Россия единственное государство в мире, которое такую обязанность имеет и выполняет перед детьми-сиротами. Американцы нас не понимают, французы нас не понимают. Мы взяли на себя это бремя, мы его выполним. Что касается, например, обеспечения детскими садами. Безусловно, когда сегодня мы говорим о сокращении детских домов, это необходимо, чтобы больше детей передавать семье. Посмотрите, все детские дома находятся в здании детских садиков. Ведь дисбаланс случился в конце 80-х, в начале 90-х, когда перестали рожать. Мы знаем, у нас 15 лет яма демографическая, когда не рожали нужного количества детей. И в это время детские сады были не востребованы. Вдруг оказались востребованными детские дома. Это перекос в социальной политике, который возник в начале 90-х. Последние 5 лет этот перекос ликвидируется. У нас все равно сейчас детей больше устраивается в семье, чем выявляется каждый год детей, оставшиеся без печени родителей. Если взять общее число детей, у нас сегодня 687 тысяч детей, которые являются сиротами, оставшиеся без печени родителей. Но абсолютное большинство живет в семьях, в приемных семьях, в кровных семьях, у родственников. И только 106 тысяч детей находятся в детских домах. Это тоже много. Представьте себе, на тысячу взрослых людей, взрослого населения, которые голосуют на выборах, у нас приходится один сирота, находящийся в детдоме. Неужели мы из тысячи людей не выберем двух достойных, кто может взять этого ребенка? При том, что мы будем поддерживать, сопровождать, учить, помогать в кризисных ситуациях и платить нормальные деньги. Это будет все равно выгоднее государству, чем содержать вот эти огромные детские накопители. Поэтому социальная политика – это будущая работа правительства, это сегодняшняя задача. И социальная политика должна исходить не из заявительного принципа, как это у нас долгое время существовало. То, собственно говоря, о чем, по сути, и говорит премьер. А идти навстречу человеку, быть рядом, когда только-только он попадает в зону неблагополучия. Ведь зона неблагополучия для каждого человека начинается тогда, когда, например, распалась семья, потерял работу, жилищные проблемы, материальные проблемы возникли. Вот здесь государство должно стоять и упреждать каждый такой шаг. Не человек должен ходить и собирать эти справки, стоять в бесконечных очередях, выслушивать какие-то попреки чиновников на местном уровне. Нет. Государство должно повернуться к этому человеку. Надо знать заранее этого человека, как сегодня это делают, например, в Тюменской области, где создана единая база данных всех семей, находящихся в трудном положении. И государство к ним идет навстречу. Поэтому у нас есть свой опыт, и мы должны просто его развивать и поддерживать. А какие меры там принимаются в Тюменской области? Ну, например, вот такая мера. Ведь ни для кого не секрет, что огромное число неблагополучных, так называемых, семей, находящихся в опасном положении, в сложном положении, характеризуется тем, что взрослые люди в этой семье, родители детей, выпивают, то есть пристрастны к алкогольным напиткам или наркозависимые. Так вот, приходит такая группа мобильная к этой семье, даже в самом удаленном муниципалитете, и говорит, давайте сделаем так, вы добровольно проходите лечение от наркозависимости, от алкогольной зависимости, а мы делаем вам шаг навстречу. Мы вам сейчас предоставляем возможность открыть малый бизнес, если это город, поддержать вас. Мы вам сейчас две коровы, четыре козы, 20 утят, или там кусок земли, трактор. К разным людям разный подход. Вот так делают Тюменской области, начиная с 2003-2004 года. Эта программа работает, она очень эффективна. Я сам видел и все время рассказываю про этот опыт. Он есть. Есть в Курской области советы муниципалитетов, которые занимаются реализацией вот этой социальной политики, с государственного уровня транслируют до каждого человека, до каждой семьи. Когда на своих советах, я был на этих советах, они решают, кому сегодня мы будем помогать и какими силами. Вот есть государство, которое выделяет определенные пособия, льготы, материальную помощь, натуральную в виде помощь. А вот есть мы, общественность, которые должны правильно, справедливо это все распределить, собраться и помочь сегодня Ивановым, Петровым, Сидоровым. Так это должно происходить, потому что государственная социальная политика должна транслироваться на уровень каждой семьи, каждого человека и быть адресной. Об этом, собственно говоря, речь и в моем докладе. Это полностью совпадает с тем видением, которое в своей статье изложил премьер-министр России Владимир Путин. Вы сказали об очереди Аузетские сады. Владимир Путин предлагает ликвидировать очереди в течение четырех лет за счет расширения мест в негосударственных, семейных детских садах. Вот кто в этом случае будет отвечать за безопасность ребенка, за метод воспитания? Вы знаете, закон в любом случае возлагает ответственность за безопасность ребенка на лицо, которое в данный момент занимается этим ребенком по договору или в силу закона. Но в силу закона или приказа, скажем, ведомства, это директора официальных, государственных, муниципальных детских учреждений. Если это частные учреждения, то по договору вы заключаете договор, прежде чем отдать ребенка. И в любом случае закон об образовании распространяется даже на частные формы образования, как дошкольного, так и школьного. Поэтому здесь ничего выдумывать не надо. У нас есть достаточно серьезная законодательная база, которая все эти вопросы обговаривает. У нас есть практика, в том числе и судебная практика, и работа правоохранительных органов, которая полностью укладывается в понимание того, кто должен нести ответственность за безопасность, за здоровье вашего ребенка и за то, чтобы он, если находится в образовательном, даже дошкольном учреждении, получал необходимый образовательный контент или стандарт, как сейчас называется, это духовное развитие, творческое развитие. Поэтому здесь я как раз проблем не вижу. Это будет обеспечено. А формы эти вариативные должны, конечно, поддерживаться. После садика ребенок идет в школу. И здесь дилемма, в какую школу отдавать, в престижную или в обычную? Каждый родитель решает самостоятельно. Я, например, могу сказать про себя. Когда такой выбор стоял у меня, что старший ребенок, что средний, мы приняли решение, что мы отдаем в частную школу, потому что в начале 90-х все-таки система образования претерпевала очень серьезные изменения. Когда появились частные школы, мы выбрали лучшую и решили, что лучше, мы имеем возможность такую, мы будем платить за образование своих детей. Те, кто не имеет такой возможности, конечно, им можно посочувствовать, но тем не менее, образовательный стандарт должен быть единым. Для этого он и вводится во все школы. То есть он говорит о социальном равенстве, получении образования. Конечно, социальное равенство должно быть, но и должен быть выбор. И новый закон образования, который был как раз тогда принят в середине 90-х, он как раз и дал такую возможность выбора. Не всем идти вот в ту школу, которая у вас находится в шаговой доступности, а чтобы у вас была возможность выбрать. Выбрать частное образование, пожалуйста. Если там дают лучший элемент, но образовательный, но за деньги, и у вас есть такая возможность, выбирайте. Альтернатива должна быть всегда. А что с системой дополнительного образования дел? Сейчас очень трудно найти кружок, где можно ребенка бесплатно. Для того, чтобы, конечно, и школа была полного дня. Потому что школа все-таки должна вспомнить о том, что одна из функций образования – это воспитание. Не только обучение, но и воспитание. Во многом воспитание ушло и сегодня из школы. Его надо возвращать. Учителя – это педагоги, это детские психологи сами по себе, по образованию. Они должны воспитывать наших детей. Заботиться не только об их интеллектуальном развитии с точки зрения учебы, но и о их нравственном развитии, морально-психологическом облике этого ребенка, как будущего современного человека. Поэтому, если говорить о дополнительном образовании, безусловно, за этим тоже будущее. Потому что наши дети сегодня, к сожалению, предоставлены сами себе. Родителям некогда. Их учат телевидение, интернет, мобильные, коммуникационные различные системы связи. А их должна учить школа, литература, творчество, спорт. Про спорт не надо забывать. Сегодня должен быть тренд на здоровый, активный образ жизни молодежи. Я считаю, что молодежь сегодня должна характеризоваться тем, что им все по плечу. Они должны ставить перед собой цель и идти к ней последовательно. Получать лучшее образование. Потому что зависит все не от того, в какой вы школе учитесь, а от вас самих. Если вы понимаете, что образование – это ваш спасительный плод в жизни, который всегда выведет к тому берегу, какому необходим. Вы будете самообразованием заниматься. Если вы понимаете, что творческое развитие нужно вам, чтобы насытить свой духовный мир и стать полноценным, современным человеком, конкурентоспособным, потому что мир гораздо шире, чем мы видим в своем дворе, в своей семье, в своей школе. Вот к этому надо сегодня всячески инициировать молодых людей. Одна из самых уязвимых категорий, которой, безусловно, необходима поддержка государства – это многодетные семьи, о чем, собственно, Владимир Владимирович и пишет. За счет того, что если мы займемся перераспределением средств, которые сегодня в огромном количестве тратятся на содержание вот этих огромных накопителей, детских домов, интернатов, нас освобождает, освободятся колоссальные ресурсы, которые мы можем направить на поддержку многодетных семей. Ведь парадокс возникает в том, что многодетной семье сегодня проще 6 детей отдать государству, они будут лучше накормлены, лучше одеты, лучше образованы, чем воспитывать в семье. Это перекос. Поэтому этот социальный перекос надо ликвидировать, и надо больше средств уделять на поддержку многодетной семьи, но не делая их иждивенцами, потому что здесь должна быть партнерская работа государства и семьи. Павел Алексеевич, большое спасибо, что снова пришли к нам в студию. Напомню, что у нас в гостях был уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Редактор субтитров А.Семкин